О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайший час. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Доброе утро. 75% выпускников, сдававших ЕНТ, преодолели пороговый уровень. Министерство образования Республики подводит итоги главного экзамена. В этом году тестирование сдавали 110 тысяч выпускников. Главным нововведением стала возможность пересдать экзамен четыре раза. Так, четверть экзаменуемых школьников, не сдавших тестирование, а это почти 27 тысяч человек, получат возможность на вторую попытку уже в августе. Если с экзаменом им удастся справиться, они смогут поступить в учебные заведения на платной основе. У нас сейчас предстоит следующий этап, это распределение грантов. В этом году мы хотим сделать эту процедуру максимально прозрачной и объективной. Поэтому от нас еще будет информация о том, что мы пригласим представителей средств массовой информации на презентацию о том, как же будут распределены гранты и как мы обеспечим максимальную прозрачность и объективность этой процедуры. В Жамбулской области 45% выпускников набрали на едином национальном тестировании свыше 100 баллов. Всего по региону ЕНТ сдавали почти 6 тысяч человек. Экзамен провели в 10 подготовленных пунктах. Для тестируемых были созданы все необходимые условия. 98% выпускников Жамбулской области приняли участие в ЕНТ. Тестирование прошло в регионе с 21 по 26 июня. Нарушений не было. Из-за аудитории никого не исключили. В целом выпускники показали неплохие результаты. С 13 июля будет открыт конкурс на получение государственного образовательного гранта. 137 баллов по итогам единого национального тестирования набрали две ученицы из АКТОБЕ. Высокий уровень знаний показали воспитанницы школы-интерната для одаренных детей имени Кусаинова. Секретами успеха одна из отличниц поделилась с нашим корреспондентом Айсулу Махмутовой. К сертификату именно с таким показателем Асем Ускумбаева шла долгие годы. Девочка знала, для достижения желаемых результатов нужно поступить в специализированную школу. Трудиться не покладая рук, оправдать надежды учителей и родителей. Сегодня округлая отличница в шаге от мечты. Она уже сдала документы в медицинский вуз и начала изучать базовую литературу по педиатрии. Я боялась, поэтому я никому не сказала, что вышла. И пошла, набрала сама в комнате сидела и как-то не поверила в 137. Потом пошла к родителям, братья, все женьки мои, все сидели и все обрадовались. И потом только я поняла, что это правда, что я взяла 137 баллов. И эмоции были. Школу-интернат для одаренных детей имени Кусаинова в этом году окончили 75 человек. 31 стал обладателем знаков отличия Алтенбельга и красных аттестатов. Один наш выпускник поступил в высшее учебное заведение Китая. Остальные по итогам ЕНТ набрали высокие баллы. 15 человек свыше 130, 56 – больше 100. Все эти дети пришли к нам после четвертого класса. Совсем маленькими, но целеустремленными. И сегодня педагогический состав школы счастлив, что нам удалось воспитать такое поколение. ЕНТ в Актюбинской области прошло в последней декаде июня на базе 15 образовательных учреждений. Государственный экзамен сдали свыше 5000 выпускников. Контролировали процесс на местах члены госкомиссии, а также представители профильного министерства. Нарушение правил не зафиксировано. До 1 августа будет известно уже, кто поступает по гранту в республиканские высшие учебные заведения. После этого проводится грант местных исполнительных органов. В простонародье говорим мы грант Акима области. В этом гранте тоже могут участвовать учащиеся, которые на ЕНТ набрали выше 50 баллов. В настоящее время управлением образования проводится сбор информации о количестве выпускников из многодетных и малоимущих семей. Данные будут переданы в столицу для распределения дополнительных грантов по указу президента страны Хасамжумар Татукаева. Айсулу Махмутова, Инадин Молдабеков, Актюбе, Хабар 24. Как показывает практика, не все выпускники стремятся учиться все 11 классов. Некоторые покидают стены школы, будучи девятиклассниками. Специально для них в столичных колледжах открыли сразу три факультета по новым специальностям. В этом году они смогут обучиться не на техниках по эксплуатации оборудования газовых объектов, а также освоить отрасль логистики и производства мяса и мясных продуктов. Факультеты были открыты с учетом потребностей столичного рынка труда. 16-летний Жандос Есенов учится на автомеханике в столичном политехническом колледже. В прошлом году здесь открылся новый факультет, где вчерашних школьников учат обслуживать не только традиционный транспорт, но и электромобили. Находим ошибки в данном электромобиле. Получается, мастер задает нам ошибки, данные ошибки электромобиля, и мы их распознаем. Мне нравится здесь учиться, потому что здесь много возможностей есть учиться. В будущем я хочу стать хорошим автомехаником. В этом учебном году в колледже общественного питания и сервиса открылся новый факультет производства мяса и мясных продуктов. На эту специальность уже поступили около 20 юношей. В целом учебное заведение тесно работает с многочисленными столичными отелями и крупными предприятиями. По завершению учебы студенты получают не только специальность, но и работу. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет ежегодно трудоустраивать свыше 95% студентов. Первый курс они здесь у нас на базе колледжа учатся. Они проходят здесь у нас учебную практику, потом по дуальному обучению. Они проходят практику этих соц. партнеров. Так как они у них проходят, они готовят для себя этих наших студентов своими кадрами. Как они заканчивают, получают дипломы, автоматически они во многих случаях остаются там работать. 4700 грантов на обучение в столичных колледжах выделено в новом учебном году. Больше четверти из них предусмотрены для студентов, которые планируют поступить на рабочие специальности. Прием документов в учебных заведениях стартовал 20 июня. По дате их уже успели свыше 3000 школьников. Большая часть из них планируют обучаться найти специалистов, логистов и поваров. Если студент приходит и обучается по государственному заказу, ему выплачивается, допустим, стипендия, он обеспечивается проездными, льготным проездом, допустим, питанием тоже единоразовым. Еще мы обеспечиваем тем студентам, которые обучаются по госзаказу, места в общежитиях. То есть, в принципе, стимул поступления на специализации в наши колледжи очень высокий. В новом учебном году государством предусмотрено 98,5 тысяч грантов на обучение в отечественных колледжах, причем половина из них по рабочим квалификациям, в основном технического и сельскохозяйственного направлений. Желающие могут обучаться бесплатно на мехатроника, электрончика, стилиста, токаря, электрика, повара, строителя и не только. Поступить на эти специальности возможно без прохождения конкурса. Сабина Балашкина, отдел газету «Лемис», Хабар, 24. Более 6 тысяч молодых специалистов выпустили колледжи Западно-Казахстанской области. Столько же планируется набрать в этом году, причем абитуриентам предлагают на выбор более 70 рабочих специальностей. В нынешнем учебном году основной акцент будет сделан на модульную систему обучения. Что она даст поступающим в отечественные колледжи, расскажет бутагоз Базарбаева. Спрос на рабочие кадры растет с каждым годом. В местных колледжах на одно место претендует по 4-5 человека. Первую рабочую квалификацию юные казахстанцы получают бесплатно. Причем во время учебы предусмотрена стипендия и питание. Число мест из местного бюджета составляет 3500 мест. Также у нас в этом году предусмотрена подготовка в рамках программы продуктивной занятости 2017-2021 года, в рамках которой будет принято 800 студентов. Также, согласно программе Менглик и Жастар Индустрияга, в нашей области будут приняты 25 студентов из южных регионов. Внедряемая же модульная система позволяет студенту получить сразу три специальности. К примеру, в колледже сервиса готовят универсалов для пищевой промышленности. Модульная система позволяет приобрести несколько сразу профессий. На первом курсе они изучают общеобразовательную программу, на втором курсе они обучаются по профессии повар, затем на третьем курсе кондитер, и последний у них они технолог-менеджер, то есть они еще должны знать правильную организацию обслуживания на предприятиях питания. Техническое и профессиональное образование в регионе можно получить в 36 учебных заведениях. Рабочие специальности востребованы на местном рынке труда, об этом говорит и статистика. В первый же год после выпуска трудоустраиваются 80% молодых специалистов. Дефицитными в регионе остаются по-прежнему учителя младших классов, медсестры, а также специалисты в нефтегазовом секторе. Путокос Базарбаева, Бладшарл Гасов, Уральск, Хабар, 24. О новых трендах и перспективах развития сегмента профессионально-технического образования в республике поговорим с гостем в студии. На прямой связи с нами находится начальник отдела аккредитации организации технического и персонального образования Жанат Рембекова. Доброе утро. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы в столь ранний час. Жаната Хатман, чем у нас продиктован спрос на узконаправленных специалистов технического профиля? И, как правило, о каких специальностях идет речь? Сегодня, как вы знаете, идет глобальные изменения в республике, в мировом сообществе. И поэтому на сегодня наши специалисты должны быть готовы к этим новым тенденциям, новым изменениям. Конечно, новые вызовы глобализации, что через 5-10 лет будут исчезнуть некоторые квалификации, некоторые профессии, ставят большие задачи перед системой технического и профессионального образования. На сегодня, как вы знаете, идут подготовки специалистов рабочих профессий, специалистов среднего звена и прикладных бакалавров. О каких специальностях речь идет? На что у нас? В стране постоянно делается анализ, мониторинг, на какие специальности он имеет спрос. И на сегодня у нас большой спрос имеют специалисты IT-технологии, специалисты строительства, автомобильного, технического направления, специалисты именно маркетологов, специалисты именно менеджеров и так далее. Жанна, а вот какой реальный спрос на эти технические кадры со стороны отечественных работодателей? Вот, ну, то есть у нас есть статистика, да, есть цифры, которые мы всегда любим на отчетах где-то проговаривать. И есть реалии? Вот, насколько работодатели ждут наших специалистов сейчас? Эту работу, конечно, совместно с работодателями ведет местные исполнительные органы. И структурные подразделения Министерства труда и социальной защиты. Сегодня сказать, что именно такая-то цифра необходима в какой-то специальности, я не могу сказать. Но интернет-ресурсах или средствах массовой информации, эта информация всегда предоставляется. Ну, у нас вообще сколько выпускников ежегодно выпускается? На сегодняшний день подготовка специалистов среднего звена ведет 821 колледжей, где учатся около 488 тысяч студентов. И ежегодно в среднем 130-140 тысяч выпускников выпускается. Ну, трудоустраиваются не все, я так понимаю, да? Да, трудоустраиваются не все, но последние статические данные, комитеты статистики показывают, что в среднем за последние 5 лет трудоустройство выпускников показывает 59%. В том числе за прошлый год показывает 61% это устройство. Идет рост, по крайней мере, да, наблюдается. А как у нас вообще государство стимулирует интерес к профессионально-техническим специальностям? Ну, на сегодня проводится большая работа. Принята государственная программа развития продуктивных занятостей и массового предпринимательства, которая называется «Имбек», в рамках которой обучается бесплатно. Две категории, две категории желающих. Это молодежь до 29 лет совместно с организациями технического и профессионального образования проводит, обучает эту молодежь. И второе направление – это обеспечение обучением социально вызовемых слоев общества нашей страны. Так, как у нас в республике распространяется опыт по подготовке специалистов в рамках дуальной системы образования? Как мы знаем, с 2012 года внедряется дуальная система обучения. На сегодня охват дуального обучения, внедрение дуального обучения примерно занимает 19%. Идет совместная работа именно с работодателями Национальной палаты предпринимателей АТОМИКЕН, средствами массовой информации для информационной и разъяснительной работы. Ну, хорошо, вам спасибо большое за беседу. С нами беседовала Рембекова Жанна Тахатова, начальник отдела аккредитации и организации технического и персонального образования. Спасибо. Ну, а мы продолжим. Более 200 медицинских специалистов из семьи едут с дипломом в сельскую местность. В этом году районные больницы пополнятся врачами-терапевтами, акушер-гинекологами, хирургами, стоматологами и другими узкими специалистами. Асиму Тешева расскажет, как молодых врачей привлекают работать в село. Выпускница медицинского университета семьи Балауса Жуматаева специализируется на эндокринологии. Окончив два года резидентуры, она решила работать в Барадульхинском районе, расположенном в 40 километрах от города семей. За последние 10 лет по программе с дипломом в село нам предоставляется, молодым специалистам предоставляется возможность приобрести большой опыт, а также оснащение молодых специалистов жильем и подъемными. Надеюсь набраться большого опыта и внести свой вклад в наше здравоохранение. По словам молодых специалистов, какие условия и выплаты им предоставят, они пока не знают, но готовы ко всему. С одной стороны, их обязывает контракт, а с другой, они считают своим врачебным долгом быть на страже здоровья своих земляков. Поднимать медицину на селе вызвался и Арман Есипхан. Он 7 лет учился на хирурга. В деревне мы учимся самостоятельности, идет нехватка кадров. Для врача самое главное это опыт, опыт, который я получу в селе. Поможет мне в будущем стать высококвалифицированным врачом. В дальнейшем я планирую работать в научно-исследовательском центре. В этом году семейский медицинский университет выпускает 743 специалиста, 557 из которых интерны и 186 резиденты. С дипломом в село направлены более 250 медработников. Это врачи-терапевты, психологи, акушер-гинекологи, хирурги, стоматологи и другие. Это очень важно для нас, это политика государства, так как дефицит в этом году, необходимо закрыть дефицит именно в районных и сельских местностях. Основная масса поедет по Восточно-Казахстанской области и по Владарской области. Медицинский университет уже седьмой десяток лет является кузницей медицинских кадров для всей республики. Здесь стараются внедрить инновационные технологии обучения и расширять базу научных исследований профессорско-преподавательского состава. Асим Утешева, Медед Умирханов, Семей Хабар, 24. Четыре города за девять дней. 175 казахстанских школьников отправились в путешествия по стране. Большая их часть победители конкурса сочинений «Как сделать свой город лучше». Специально для них выделили целый поезд. К тому же не простой, а украшенный изображениями главных достопримечательностей принимающих их городов. К слову, первой точкой на карте юных путешественников стала столица. Здесь они посетили музеи, побывали в Назарбаев университете и поднялись на Байтирек. Однако это только начало. В ближайшую неделю в их программе Байконур, Тарас и Алматы. А закончится их путешествие там же, где и начиналась столица. Детский туристический поезд Тухан Елье Саяхат колесит по стране уже четвертый год подряд. За это лето он перевозит по шесть сотен школьников. В этом году это уже вторая его поездка. Примечательно, что на этот раз помимо казахстанских школьников в путь отправились еще 25 мальчишек и девчонок. Это этнические казахи из соседних Белоруссии, России и Кыргызстана. В Каргандинской области приступили к созданию археологического парка под открытым небом. Центром притяжения для посетителей должна стать так называемая Степная пирамида, раскопанная три года назад в Щетском районе. Неподалеку от нее специалисты обнаружили еще ряд любопытных археологических маметников различных исторических эпох. В этом году специалисты активно ведут раскопки этих мест. Так, настоящую историческую загадку преподнес Курган с тройкой лошадей. Они расположены вокруг погребальной ямы. В хорошей сохранности оказались керамические бронзовые изделия и золотые подвески. Любопытное расположение имеет и архитектурный ансамбль городища. Его площадь предварительно равна 10 гектарам, а в центре находится помещение из плоских гранитных плит для общественных мероприятий. Нам еще предстоит, конечно, проанализировать все эти находки. Нам нужно конкретизировать наши представления, чтобы получить аргументы в пользу наших гипотез. Я думаю, что в ближайшем будущем мы будем ставить научную проблему зарождения цивилизации в Казахстане во второй половине второго тысячелетия до новой эры. В Казахстане снова взлетели цены на некоторые виды продуктов питания. Что именно подорожало, об этом узнаем у нашего обозревателя деловых новостей Ярнура Доржанова. Ярнур, доброе утро. Доброе утро, Вера. В цене прибавили ряд продовольственных товаров. Среди них овощи, мясо, крупы и даже мучные изделия. Обо всем по порядку через пару секунд. Не переключайтесь. Доброе утро. Что касается мясной продукции, то здесь тоже наблюдается повышение показателей. В июне прибавили в стоимости окорочка баранина, говядина и конина. Дороже стали и крупы. Здесь выделяются рис, пшено и манная крупа. Казахстанцы стали чаще переводить деньги за рубеж. С января по май на заграничные счета перечислено почти 228 миллиардов тенге. Это на 7,5% больше в сравнении с годом предыдущим. Больше всего денег наши соотечественники отправили в Россию – 82 миллиарда. Следом идет Узбекистан с показателями свыше 40 миллиардов. И замыкает тройку лидеров Турция – 33,5 миллиарда. К международным новостям. Страны ОПЕК-плюс решили продлить договор о сокращении добычи нефти. Данный договор будет действовать еще 9 месяцев. К такому решению участницы ОПЕК и государств, не входящих в организацию, пришли на очередном заседании. Таким образом, ожидается снижение совокупных объемов добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Для Казахстана, как сообщили в Минэнерго, данное соглашение означает сохранение средней добычи на уровне, не превышающем 1,86 миллионов баррелей в сутки. Отмечу, по итогам шести месяцев текущего года среднесуточная добыча в нашей стране составила 1,79 миллионов баррелей в сутки. Тем самым, республика перевыполнила свои обязательства по сокращению добычи перед ОПЕК на 70 тысяч баррелей в сутки. В завершении выпуска информация с казахстанской фондовой биржи. По итогам последних торгов доллар значительно прибавил в весе. Курс составил 381 тенге, 99 тенов. Вера, это была вся информация к этому часу. У меня все. Эфир снова ваш. Спасибо большое. Ирнур Дажанов был с деловыми новостями. Ну а мы продолжим. В Германии могут разрешить разведке проводить хакерские атаки с целью активной обороны. Правда, для этого придется изменить конституцию страны. О чем еще пишут мировые СМИ, расскажут мои коллеги в рубрике «Между строк». Стратегия Трампа по Ирану потерпит неудачу, считает автор статьи The New York Times профессор Баджогли. По мере обострения напряженности в Тегеране, Вашингтон изо всех сил пытается понять мышление иранского правительства. И в особенности предугадать действия корпуса стражи исламской революции. По мнению автора статьи, эта военная организация функционирует как элитный орган, от решений которой зависит вся иранская политика. Администрация Трампа преследует двойные цели, используя стратегию максимального давления. Применяет санкции, чтобы привести Иран к столу переговоров. И разжигает инакомыслие в обществе, надеясь на смену режима. Однако из-за этого давление извне в иранском обществе развивается солидарность. И революционная гвардия умело ее использует, пишет издание. Корпус стражи исламской революции имеет средства и опыт для проведения масштабных операций во всем Ближневосточном регионе. Поэтому пока администрация Трампа полагает, что санкции и враждебная риторика помогут вбить клин между иранской общественностью и ее лидерами, корпус стражи исламской революции будет использовать ту же политику, чтобы усилить солидарность к себе и противостоять Западу внести изменения в Иран. Резюмирует The New York Times. Международную китобойную комиссию официально покидает Япония. Об этом сообщило издание BBC. Таким образом, страна прекращает отлов китов в Антарктике и северной части Тихого океана. Теперь государство будет вести отлов млекопитающих в своей экономической зоне и исключительно в научных целях, пишет ресурс. Подвергнутся отлову определенные виды этих млекопитающих, численности которых ничего не угрожает. Пока квоты и виды китов, промысел которых будет разрешен, не обнародован. Газета отмечает, что ранее страна восходящего солнца подвергалась критике со стороны экологических организаций за убийство этих животных. С 1987 года в Японии ежегодно гибло от 200 до 1200 китов. Японская сторона объясняла это тем, что на отлов морских млекопитающих у страны имеется специальная квота, пишет издание. В последний год своего членства в комиссии Япония пыталась убедить коллег, что из 86 видов китов большинство не находятся на грани вымирания. Однако организация была непреклонна, и страна была вынуждена пойти на последний шаг. Выйти из состава комиссии, а значит автоматически закрыть себе доступ к отлову китов в Антарктике и северной части Тихого океана. В Германии могут разрешить разведке проводить хакерские атаки с целью активной обороны. Правда, для этого придется изменить конституцию страны. Об этом сообщает Deutsche Welle. По информации издания, сегодня лицензия на взлом заграничных серверов для защиты государственных интересов умеется у сотрудников служб разведки во многих странах. К примеру, в Австралии, Великобритании и Канаде. А вот сотрудники Федеральной разведывательной службы Германии ограничены в своих полномочиях. Когда происходят хакерские атаки, у киберразведчиков есть право только на технические возможности для отслеживания международных потоков информации. Но хакерские взломы разведки запрещены, сообщает издание. Основной закон Германии различает такие понятия, как охрана правопорядка, сбор разведывательной информации и преследование преступника. Это означает, что компьютерный специалист на службе немецкого государства просто не имеет права взломать сервер, с которого могут осуществляться атаки, говорится в статье. Только в случае, если хакерная атака привела к человеческим жертвам или повлекла за собой разрушение в инфраструктуре Германии, ответ на удар могут нанести вооруженные силы ФРГ. Как отмечает Deutsche Welle, Германия уже не раз становилась жертвой таких атак. В мае 2015 года преступники внедрились во внутреннюю компьютерную сеть Бундестага, отключив на время все его серверы. А в начале 2018-го хакеры атаковали компьютерную сеть правительства ФРГ. Все эти события заставили страну задуматься об ответных мерах. Германия не может просто беспомощно терпеть нападения хакеров. Стране нужна стратегия активной киберзащиты, цитирует издание министра внутренних дел страны Хорста Зехофера. В настоящий момент в немецком МВД разрабатывают законопроект, который должен расширить полномочия службы разведки при отражении хакерских атак на государственные объекты, пока его детали засекречены. Пункт управления чувством голода в головном мозге обнаружили ученые. Об этом сообщает Daily Mail. По информации издания, около 70 миллионов человек по всему миру страдают от пищевых расстройств. В основном это чрезмерное употребление пищи, недоедание или булимия. Однако в скором времени специалисты смогут регулировать человеческий аппетит. Исследователи Университета Аризоны обнаружили, что аппетитом управляет часть эмоционального центра мозга под названием Амигдала, пишет издание. А часть головного мозга Гипоталамус отвечает за регулирование основных потребностей, таких как голод и жажда. Контроль за этими регионами мозга позволит врачам помочь восстановить аппетит пациентам, страдающим анорексией, и наоборот, сбавить его тем, кто зависим от еды. Эксперимент исследователи провели на мышах. Однако теперь ученые планируют отследить те же маршруты голода и аппетита в человеческом мозге и полагают, что смогут воздействовать на них, чтобы помочь людям повышать или подавлять аппетит, сообщает источник. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы смотрите новости, мы продолжаем. Мощный взрыв прогремел в столице Туниса. Неизвестный совершил самоподрыв. Сотрудники Силбезопасности сообщили, что убили человека, на котором был пояс смертника после его преследования. Жертв и пострадавших, по данным полиции, нет. Стражи порядка открыли огонь по человеку, которого считают разыскиваемым боевиком по имени Амин Смири. Отмечу, 27 июня два террориста-смертника взорвали себя, убив одного полицейского и ранив нескольких других. Ответственность за эти два нападения взяли на себя боевики ИГИЛ. В турецком порту Аляага загорелся танкер. Есть жертвы. Погиб один человек. Хранение получили порядка 16 членов экипажа. Взрыв по сообщению местных властей произошел во время закачивания жиженного углеводородного газа. Очаг возгорания был быстро потушен. Среди пострадавших 15 человек и итальянцы, и один гражданин Румынии. Причины инцидента выясняют. В Германии борются с лесными пожарами. На тушение горящего леса брошены силы армии и полиции, танки Бундесвера и полицейские машины с водометами. Объединили свои усилия с местными пожарными службами, чтобы остановить огонь. Пожар вспыхнул на бывшем военном полигоне, который использовался еще во времена Второй мировой войны. На этой территории остается множество неразорвавшихся боеприпасов, поэтому пожарным не справятся с огнем без саперов. Огонь охватил 600 гектаров на северо-востоке Германии. Из-за сильного ветра и жары огневорцам пока запрещено подходить к полигону близко. Власти считают, что имел место поджог. Из-за ЧП из окрестных населенных пунктов эвакуированы более 700 жителей. Пригород мексиканского города Гвадалахары засыпала снегом и градом. Толщина снежного покрова в некоторых местах составила полтора метра. Это при температуре в плюс 30 градусов по Цельсию. Местные власти сообщают о поваленных деревьях и поврежденных автомобилях. От капризов стихии также пострадали порядка 200 домов. Информации о погибших и пострадавших нет. В Кустанае с рельсов сошла цистерна с дистопливом. В результате аварии развилось 10 тонн солярки. А жамбылские полицейские задержали изготовителя и перевозчика марихуаны. Обо всем подробно в хронике происшествий. В Алматинском микрорайоне Шанрак-2 женщина и ребенок попали под колеса автобуса. Со слов очевидец, и транспорт начал движение, когда водителя не было за рулем. Мужчина успел запрыгнуть в кабину, но избежать столкновения не удалось. Женщиной было двое детей, один из них серьезно пострадал. С многочисленными серьезными травмами ребенка и маму экстренно госпитализировали. Чрезвычайное происшествие произошло в районе Кустанай-2. С рельсов сошла цистерна, наполненная дистопливом. В результате аварии на 20 квадратных метрах разлилось 10 тонн солярки. На месте ЧУП уже завершены ремонтно-восстановительные работы. Цистерна отбуксирована на место откачки дистоплива. Причины произошедшего выясняет инспекция транспортного контроля. В Алматы задержали угонщиков дорогих авто. По данным криминальной полиции, в конце мая злоумышленники угнали два элитных внедорожника. Машины были похищены ночью с неохраняемых стоянок. Сумма ущерба составила 7,5 и 8,5 миллионов тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вычислена и задержана преступная группа из пяти жителей Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей. Сейчас фигуранты задержанной находятся под стражей. Похищенные внедорожники изъяты и возвращены владельцам. Пусть Каменогорский задержанный, укравший 4 сотовых телефона, попытался сбежать от полицейских. По данным стражей, порядка кражу мужчина совершил возле торгового дома Тамерлан. 31-летний потерпевший сообщил, что неизвестный ушел в его куртки, в карманах которой лежали 4 телефона марки «Самсунг» и «Нокия». Ущерб составил 60 тысяч тенге. Как выяснилось позже, мужчины были незнакомы. Порознь они проводили время в одном из кафе. 28-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения попросил у другого куртку. Зал верхнюю одежду и ушел. В Алматы задержали гражданина Кыргыстана, который украл у своего работодателя 164 тысячи долларов. Эту сумму 34-летняя алматинка выручила от продажи земельного участка и квартиры в городе. Наличность она спрятала в гараже своего дома, которую позже обнаружил один из нанятых строителей во время ремонта бани. По словам потерпевшей, накануне вечером рабочий расплатился со своим напарником и пропал с поля зрения. Полицейские Жамбылской области поймали с поличным 27-летнего заготовителя марихуаны. В момент задержания парень косил и собирал дикорастущее растение. Вес скошенной массы составил 615 килограммов. Подозреваемый признался в содеянном. В этот же день сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали 35-летнего водителя автомашины марки «Митсубиси Паджеро» возле села Абайшусского района. В ходе осмотра багажника полицейские обнаружили высушенную марихуану весом более 15 килограммов. Перевозчик в отборен в изолятор временного содержания. Наш эфир продолжает традиционная для среды рубрика «Обзор прессы». Этим утром с нами Марк Брюшко. Как обычно, он прочитал последние номера газет, зашел на их сайт и отобрал самые интересные новости. О них и расскажет прямо сейчас. Марк, здравствуй. Слово тебе. Доброе утро. Несколько секунд и все подробности узнаете от меня. Спасибо. Ночной обзор прессы с новости со страницы вечерней Астаны. В небольшой публикации сообщается, что Маслихат утвердил список земельных участков, подлежащих выкупу для государственных нужд. Депутатам предоставили договоры по выкупу 20 земельных участков. Процитирую для строительства 6 объектов. Изъятие земельных участков производится для строительства, к примеру, здания Казахского драматического театра по улице 23-15, дорог в районе газоаппаратуры, Малой кольцевой дороги, 5-й участок, а также улицы Асан-Кайгы от улицы Иманово до проспекта Богимбай-Батыр. Отмечается, что общая сумма выкупа составит 830 миллионов деньги. По-моему, достаточно интересная новость. Переходим к другой газете. Это «Казахстанская правда». Новость, конечно, тоже про деньги. Только немного другие мошенники активизировались в интернете. Далеко не шутка. Столичный департамент полиции уведомляет об этом. Сейчас ведомство рассматривает свыше 40 заявлений о преступлениях посредством услуги интернет-банкинг, передает «Каз Правда Киезет». Материальный ущерб от действий злоумышленников составляет десятки и десятки тысяч деньги. Когда мошенники через интернет начинают авторизацию в вашем личном кабинете, на привязанный абонентский номер поступает смс-сообщение с одноразовым паролем. Обычно он состоит из пяти-шести цифр. С помощью данного пароля мошенники получают полный доступ к вашим счетам и распоряжаются деньгами, находящимися на счетах. Для получения пароля злоумышленники используют разные предлоги. Одним из частых, когда звонят по объявлениям и сообщают, что готовы приобрести недвижимость либо другой товар. В ходе беседы мошенники просят выслать фото банковской карты якобы для задатка. Далее они действуют по вышеуказанной схеме. Ну а в центре страны Карагандинский Новый Вестник пишет о масштабной реконструкции магистральной теплосети. Проект рассчитан на два года. В этом году задача энергетиков заменить почти километр тепловых сетей, сообщает автор публикации и технический директор компании услугодателя. По словам технического директора Александра Акишна работа на участке от проспекта Шахтеров до улицы Рыскулу планируется завершить до 15 июля. Он также обратился к жителям Караганды и сообщил, что мы приносим жителям свои извинения за причиненное неудобство. Данный участок тепломагистрали очень важен для города. От нее подключено порядка 145 многоэтажных жилых домов до проводимой реконструкции. Эта сеть имела повышенную аварийность. Переходим к другой новости. Костанайские новости. В завершение. Сообщают, что второй международный фестиваль древних технологий и культурных коммуникаций прошел в Лисаковске. Какое интересное название, согласитесь. Длился он два дня, публикуют материал. В первый день на месте сбора для участников проходил парад с демонстрацией костюмов разных народов, проживающих в древности на территории Казахстана. То есть это Андроновцы, Саки, Скифы, Копчаки, Золотые Артинцы. Еще можно было посмотреть на показательные бои средневековых воинов, сообщается в публикации. Вот как события в самом материале описывают. Такой концентрации увлеченных, влюбленных в свое дело людей я давно не видела, сообщает автор публикации. Они съехались в наши края отовсюду. Алматы, Нур-Султан, Павлодар, Челябинская область, Екатеринбург, Ханты-Мансийский автономный округ. Харьков, как вы видите, достаточно масштабное и международное, можно сказать, событие. Будем надеяться, что и дальше такие мероприятия будут проходить у нас. И как можно больше туристов и заинтересованных в истории людей посетят Казахстан. К этой минуте у меня все. Слово, суди. Марк, спасибо большое. Хорошего дня тебе. Это был Марк Брюшко с обзором прессы. А мы идем дальше. В Алматы продолжают переводить мировую литературу в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке». За два года с английского языка перевели уже 48 изданий. Книги выбирали по нескольким критериям. Они должны быть в образовательной программе 100 ведущих университетов мира, переизданы не менее трех раз и соответствуют современным требованиям. В проекте участвует более 300 казахстанских специалистов. Сотрудники Национального бюро переводов отмечают, что зарубежная литература не только повысит качество отечественного образования, но и позволит обогатить казахский язык международной научной терминологией. В этом году мы переведем еще 30 книг. В основном это литература из сферы искусства. Она о кино и музыке. За время нашей работы казахский язык стал еще богаче. В нем появилось 10 тысяч заимствованных слов, терминов и определений к ним. Это большое достижение. В столице проходит крупнейшее культурное событие Центральной Азии – 15-й международный кинофестиваль «Евразия». Об этом и многом другом из мира культуры и искусства в программе «Культ твоя ждали». В столице проходит крупнейшее культурное событие Центральной Азии – 15-й международный кинофестиваль «Евразия». В этом году казахстанцев ждут творческие встречи с создателями известных фильмов об истории кинокартины «Монгол». Гостям фестиваля рассказал режиссер Сергей Бодров и продюсер Гульнара Сарсенова. Фильм, который был снят 12 лет назад, тогда впервые от Казахстана номинировали на премию «Оскар». К сожалению, мы не получили от Казахстана этот приз, но для меня это только такая раздражительная ситуация, где мне захотелось снимать еще больше фильмов, которые будут достойны «Оскара». Картина «Монгол» остается актуальной и интересной зрителю и сейчас. Она была призером премии «Ника» в шести номинациях, в которых были отмечены костюмы, звук, работа режиссера, оператора и художника-постановщика. В 2008 году фильм «Монгол» закупили около 50 стран, и до сих пор он остается одной из самых масштабных картин о Чингисхане, в которой большая роль отводится истории его жены Борте. Тем временем в столице прошла премьера хореографического спектакля, посвященного жизни и подвигам Чингисхана. Постановку подготовил Государственный театр танца «Нас» вместе с хореографом из Монголии. Около 60 артистов выступают, все они волнуются, даже я волнуюсь. Но мы будем стараться, конечно, все, что мы задумали, передать через пластику, чтобы зритель понял, что мы хотим, о чем хотим сказать. Декорации постановки исторических сражений были созданы при участии специалистов из Монголии. Казахстанские артисты изучили элементы монгольского танца. Постановки были свои трудности, все-таки лексика монгольского танца отличается от народного казахского. И постановщик из Монголии Тумурхуяк Туксуу помог нам разобраться в этих особенностях. Но, несмотря на многие расхождения в элементах, характер танца и эмоции схожи с нашими. Это очень интересно. В обширный репертуар театра входят танцы народов мира, хореографические композиции и спектакли, которые завоевали любовь зрителей не только в Казахстане, но и за рубежом. Детская сказка «Все мыши любят сыр» появилась в репертуаре театра «Жастар». Спектакль для юных зрителей перевели специально на казахский язык и поставили в столичном театре. Постановка по пьесе венгерского писателя Дюлы Урбана уже давно стала классикой детской драматургии. Этот спектакль по произведению Дюлы Урбана поставлен во многих театрах России и стран Европы. Мы его перевели на казахский. Очень добрый спектакль, позитивный, интерактивный. Участвуют восемь актеров. Во время спектакля они часто обращаются к маленьким зрителям, с ними взаимодействуют. В уютной сыроварне живет семья серых мышей. Все у них идет прекрасно, пока в теплом доме не появляется семейство белых мышей. Раздоры взрослых мешают мышатам Шоми и Фружи. Их приключения напоминают историю Ромео и Джульетты. Пытаясь остановить войну мышей, они бесстрашно отправляются за помощью к великому коту Магу, персонаж которого боятся и мыши, и юные зрители в итоге оказывается добрым и великодушным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В завершении выпуска афиша ближайших событий. 4 июля в Актюбинской областной филармонии пройдет гала-концерт в честь закрытия 74 сезона. 4 июля в столичном цирке стартует 12-й международный фестиваль «Эхо Азии-2019». 5 июля в Театре «Астана-балет» пройдут премьерные показы спектакля «Легенда о любви». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Из Лондона до Парижа казахстанские триатлонистки впервые участвуют в сложнейшем испытании от арки до арки. Четырем нашим спортсменкам нужно будет преодолеть дистанцию в 480 километров со стартами из мраморной арки в Лондоне и финишем у триумфальной арки в Париже. Подробнее расскажет голымжанка Романула. Триатлонисток ожидает действительно сложные испытания. Биговая трасса и велосипедные дороги пересекут несколько холмов. Путь спортсменок пройдет и через трассы, где усложнят задачу. Будет поток проезжающих мимо машин. А затем участниц ждет красивый ла-манш, но известный своим сильным течением. Елена Кун – бывалый атлет и опытный тренер. Одна из активных участниц команды «Айронмамс Кейзет». Как и другие спортсменки команды, готовиться к состязанию она начала задолго до старта. Рассказывает, что не боится никаких сложностей. Каждый марафон – новый вызов. Конечно же, это требует определенного тайм-менеджмента, чтобы все это вместить в тренировки, работу и семью. И, что самое главное, нельзя нигде сдавать позиции. Конечно, это сложно, но все реально и все возможно. И очень хотелось бы, чтобы наши женщины, особенно из Казахстана, почаще выходили из домов и занимались активными видами спорта. Первый этап – ультра-триатлона. Забег на 140 километров из Лондона до Дувра. Затем марафонский заплыв через пролив Ла-Манш – 36 километров. А в завершении – 300-километровая велогонка от Кале до Триумфальной арки. Путь предстоит непростой. Впрочем, и само участие в испытаниях стоит немало. Цена челленджа очень дорогая. В целом это будет стоить где-то 8 тысяч фунтов стерлингов. Почему так дорого? Потому что только чтобы пробежать от Лондона до Парижа потребуется около 3,5 тысяч фунтов стерлингов. Но отмечу, несмотря на это, желающих предостаточно. Желающих проверить свои силы больше тысячи. Зарегистрировавшиеся спортсмены могут ждать в своей очереди год, а то и два. Это первая попытка участия казахстанских спортсменов. Поэтому она особенно волнительна как для участниц, так и для их болельщиков. Железные мамы искренне верят, что их серьезная подготовка и большой опыт помогут достичь цели и дадут толчок еще большему развитию триатлона в Казахстане. Три, два, один. Талмжан Харамамула, Великобритания, Лондон, специально для Хабар-24. И в завершении выпуска еще одна информация. Шаманы со всей России собрались на фестиваль в лесах Иркутской области, чтобы поделиться мистическим опытом. В традиционных одеяниях около ста человек ходили вокруг ритуального ковстра, преподнося сладкие дары духам, включая печенье, мармелад и зефир. Трудно сказать, угодили ли они божествам, но участники, безусловно, были околдованы самой церемонией. О том, как будут развиваться события этого дня, покажет Хабар-24. Оставайтесь на нашем канале. Я желаю вам удачного дня. До встречи.